За прошедшие сутки на театре военных действий произошли следующие изменения. Большинство войск ВСУ, обороняющих оставшуюся часть Севера Донецка, деморализованы. Начали появляться видеоролики обращения ВСУ к высшему военному руководству с просьбой убрать их подальше от фронта. Так, Третья Трагическая Рота Батальонного Оперативного Назначения Национальной Гвардии Украины записала ролик с подобным обращением. Войска Луганской Народной Республики продолжили наступление, взяв под контроль лоскутовку. Со стороны Врубовки 6-й казачий полк выбил врага из господствующей высоты близ Рай Александровки, затем взял этот населенный пункт. Таким образом, Горско-Золотая Украинская группировка оказалась в полном котле. Предварительно оборону котла держат 4 батальона ВСУ с численностью до 3000 военных. Украинское руководство, не жалея своих гражданских, из-за нехватки профессиональной армии направляет на передний край фронта 40-50-летних мобилизованных. В ходе отступления 24-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ, союзные войска, воспользовавшись ситуацией, вышли к окраинам поселка Волчияровка. Контроль над этим населенным пунктом позволит приблизить перерезанию главной трассы снабжения Северский-Сичанск. С южной стороны Золотого войска ЛНР выбили ВСУ из Катериновки, а замкнутый котел продолжает сужаться. На Николаевско-Херсонском направлении ракетный удар был нанесен по Николаевскому судостроительному заводу «Океан», где находились военнослужащие 59-й мотострелковой бригады с оружием и военной техникой. По данным Министерства обороны, потери составили до 500 человек. Также под ударом оказался терминал компании «Аверис ГСМ». Изначально там находились цистерны с растительным маслом, однако после уничтожения нефтебаз в цистерны начали заливать горючее. В «Зеленом Гае» российские войска ликвидировали склад боеприпасов. ВСУ решили приблизиться к Херсону, попытавшись взять Киселевку, однако атака была отбита российскими войсками. Данный поселок остается под контролем российской стороны. Украинская диверсионно-разведывательная группа осуществила вылазку к границе и атаковала БТР на территории Белгородской области. Погибли четверо российских пограничников. Утром 22 июня два украинских беспилотника «Камиказы» совершили подрыв на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, после чего на предприятии начался пожар, который ликвидировали в течение дня. Работы на заводе временно приостановлены. По остальным фронтам без особых изменений. Редактор субтитров А.Семкин